Сегодня мы будем говорить о разнице между личностным ростом и духовным ростом. Часто люди считают, что это одно и то же, но это не совсем так. И мы сегодня как раз об этом поговорим с вами. Значит, смотрите, духовный рост. Я раньше тоже думал, что мы духовно растем. То есть было такое у меня понимание, что... Да, спасибо большое. У меня было такое понимание, что мне нужно духовно вырасти. То есть духовно нужно как-то себя сделать лучше, более совершенным, более возвышенным, более высоким, более осознанным. И с другой стороны, я так же понимал, что есть какая-то взаимосвязь между духовным ростом и личностным ростом. Давайте разберемся в терминах. Личностный рост – это развитие вашей личности. То есть вот у вас есть личность, и вы можете что-то делать для того, чтобы развивать свою личность. Это личностный рост. Это связано часто с тем, какие у вас навыки, какие у вас взаимоотношения в социуме и так далее. Но духовный рост – это не развитие вашей личности. То есть духовный рост – это немножко другая плоскость. То есть есть вы как душа, да? Вот есть вы как душа, как духовное существо, а есть личность. То есть личность – это, можно сказать, ваша роль. То есть то, что вы играете как душа. То есть вот можно сказать, душа – это актер, да? А личность – это некая роль, некая маска, которая надевается для того, чтобы играть. И получается, что именно с этой точки зрения личностный рост – это не духовный рост, а духовный рост – это не личностный рост. На самом деле духовный рост, он не является по сути ростом. Потому что, ну посудите сами, вы уже являетесь духовным существом. Вы уже душа, понимаете? Вам не нужно обрести свою душу, вы уже являетесь этим. Поэтому куда вы можете расти? Рост – это такая, можно сказать, метафора, аллегория, да? С помощью которой вы просто лучше узнаете себя как душу, да? То есть чем более вы лучше себя узнаете как духовное существо, чем меньше возникает с этим вопросов, вопросов каких-то, то тем больше это можно сказать, что вы духовно выросли, да? То есть духовный рост – это приближение к себе истинному, можно сказать. А вот личностный рост – это другая вещь. Личностный рост – это то, ну вот знаете как, вы приобрели личность. То есть личность, она на самом деле приобретается. То есть это, ну вот ребенок рождается, у него есть исходная индивидуальность, это не личность. То есть у него есть определенная глубокая память, да? То есть у него есть какие-то способности, у него есть какие-то характерные черты, да? Связанные с его душой. Но когда он приходит, рождается в новом теле, то он, можно сказать, с точки зрения личности – табула раса, то есть чистый лист. И постепенно эта личность начинает формироваться с помощью мамы, папы, с помощью окружения, то есть с помощью того, что маленький человечек набирает какие-то идеи, образы, изучает мир и чем-то пропитывается, да? Вот то, чем он пропитывается – это его личность. И таким образом вот личность, она приобретается, формируется. И она, конечно же, нужна. То есть душа в чистом виде, она, ну как бы, она не может играть, если она не обладает определенными инструментами. То есть вот можно сказать, что личность – это… Ну знаете, вот можно еще такую метафору сказать, что вот представьте, актер выходит на сцену, но у него нет роли, да? То есть роли нету, и получается, что он там делает? Что ему делать на сцене без роли? То же самое можно сказать с личностью, что личность, она нужна как роль, как некая бытийность, вот, которая естественно… Вот, кстати, заметьте, что самые хорошие актеры, они когда играют какую-то роль, они поэтому и хорошие актеры, что они как бы вживаются в эту роль естественно, то есть они там естественно себя ведут, то есть они не напрягаются и не тужатся для того, чтобы исполнить эту роль, а она им идет на одном дыхании, то есть у них есть способность естественно проживать эти образы и вот реализовывать эту роль. Поэтому с этой точки зрения, вот, хороший актер, он всегда может подстроиться под те или иные роли, но есть роли, которые он не берет и не играет. То есть хороший актер знает, что есть роли, которые ему, ну, не лежат на душу. То есть он как душа чувствует, что они ему не созвучны и далеки. И вот получается, что когда мы собираем свою личность постепенно, да, там есть созвучные нам роли, а часто проникают в нашу личность роли, которые нам не созвучны. То есть можно сказать, в нашей личности есть определенные грани, которые нам не созвучны, но они были, скажем так, вынужденно приобретены под давлением обстоятельств. Но в любом случае, вот, несмотря на это, личность нам нужна. Личность нужна нам для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми, для того, чтобы себя проявлять, для того, чтобы реализовываться в жизни. То есть личностный рост необходим. Но также очень важно понимать, кто играет в эту личность. То есть кто под маской, кто на самом деле наделяет вот эту личность как бы силой, наделяет эту личность каким-то интересом творческим, да, и кто на самом деле играет вот эти роли. Это тоже очень важно понимать. Вот смотрите, получается, ребенок, он когда только вот появляется, он очень близок к себе, то есть он себя хорошо чувствует как душу, то есть он искренне интересуется чем-то, искренне испытывает какие-то чувства, эмоции, он еще не подавлен, он еще не скован какими-то ролями и какими-то ограничениями. Поэтому он просто исследует мир и проявляется естественно. То есть его личность еще не сформирована. Но он еще, понимаете, несмотря на то, что он не скован личностью, он не осознает себя как душу. То есть он как бы открыт, он как бы настроен на то, чтобы изучать, проявляться, обучаться чему-то, но он не знает, он не осознает, кто он. То есть он не осознает себя, что он является духовным существом. И вот получается, что именно потому, что он себя не осознает как душу, да, вот именно поэтому и возникает процесс, что по мере формирования личности он часто предает сам себя и часто наступает на какие-то свои чувства, на какой-то свой искренний импульс, на какие-то свои естественные побуждения, да, и формирует вот эту вот личность, приобретается эта личность, и часто эта личность начинает входить в конфликт с его душой, то есть с ним как с духовным существом. Вот, и поэтому, поэтому люди, когда часто формируются с самого детства, в какой-то момент им все тяжелее и тяжелее становится жить, потому что они обрастают вот этими механизмами личности, отождественностью с определенными ролями, с определенными привычками, с определенными, как у нас это называется, контурами, да, как он привык проявляться в жизни, взаимодействовать с миром по разным обстоятельствам, там, из-за своего окружения, из-за того, что сложились определенные ситуации в жизни, то есть он становится определенным, вот он становится определенным, а его душа, она достаточно неопределенная, в том смысле, она очень спонтанная, часто требуется простор, требуется много свободы для того, чтобы проявлять себя как-то оригинально, вот как чувствуешь. И вот здесь возникает конфликт, понимаете, здесь возникает часто конфликт, что личность, она становится достаточно такая плотная, сложенная, то есть, можно сказать, душа обрастает какими-то оковами, такими скованностью, которая, в свою очередь, проявляется и в теле, и в виде определенных ограничивающих убеждений и суждений. Но, с другой стороны, природа, она такая очень спонтанная, игривая, радостная, то есть наша природа радоваться, наша природа творить. И вот здесь у любого человека в тот или иной период в жизни начинается конфликт между личностью и между его духовным уровнем. И многие люди, вот смотрите, что они делают. Они, например, ходят на какие-то тренинги по личностному росту, да, и это правильно, то есть это здорово, читать какие-то книги, изучать какие-то технологии, да, нарабатывать какие-то навыки и становиться, скажем так, более профессиональным в чем-то. Но вот в чем? В том, что интересно, да, в том, что как-то искренне нравится. Но многие люди, они вот как раз здесь приобретают такой вот хронический конфликт, то есть больше идет акцент на личностный рост, то есть они больше прокачивают какие-то свои технические, личностные качества, но очень часто они не прокачивают свою осознанность и свою чувствительность, то есть они плохо чувствуют себя. И благодаря тому, что у них нарастает, как бы, количество инструментов, и есть очень много вот этих вот сложившихся ролей, сложившихся ограничений в жизни, у них часто не получается самореализоваться в жизни, понимаете? То есть они все пытаются стать как кто-то, они все пытаются быть правильными, они все пытаются опираться на какие-то программы, которые им заложила мама там или папа. То есть вот эти вот суждения глубокие, они продолжают управлять человеком. И вот можно сказать, с этой точки зрения личностный рост, он в какой-то момент не имеет смысла без того, что называется духовным ростом. Духовный рост – это просто, когда вы сами себя постепенно открываете как нечто за пределами обычной какой-то привычности, обычных каких-то идей своих, да, о том, как все должно быть правильно, неправильно, как вы видите свое будущее, да. То есть вы все глубже начинаете соединяться с собой, как с каким-то источником чувств, источником творчества, источником интереса, вот это духовный рост. Но здесь вы не то чтобы растете, вы просто как бы отсоединены с помощью личности, от себя, с помощью ума и каких-то программ, да, в уме, каких-то привычек отсоединены. А потом вы восстанавливаете просто постепенно эту связь, и вот это восстановление связи, обратный процесс возвращения к самому себе, такой, каким вы или какой вы являетесь от природы, от Бога, можно сказать, да. Вот этот процесс и называется духовным ростом. И как эти процессы взаимосвязаны? Вот скажу так, что человек, который плохо себя чувствует, человек, который плохо осознает свои, вот, ну, реальные чувства, и что ему интересно, не интересно, что искренне откликается, что искренне не откликается, то есть человек, который не укоренен в себе, как в душе, в духовном уровне, он, даже если у него будет сильная личность, даже если он будет очень прокаченный, там, по навыкам и так далее, он не будет счастлив, вы поймите. То есть он может быть вроде бы внешне даже успешный, но он очень часто, за счет того, что у него сильная личность, она будет опираться больше на какие-то цели, на мечты, больше опираться на усилия над собой, какой-то вот напряженный труд, какое-то вот продавливание к каким-то целям. И такой человек может быть успешный в жизни, он может добиться каких-то результатов, но, во-первых, он будет разбалансирован, то есть у него будет одна сфера жизни там сильно прокачана, другие совершенно обделены будут. То есть он будет нецелостный, понимаете? И вот именно благодаря этому очень часто с людьми происходит что? Сначала вот они формируются как-то с детства, да, вот у них есть некая личность, которой они себя считают, отождествляют себя с ней. Потом в какой-то момент эта личность, она начинает постепенно разочаровывать их, то есть те попытки становления кем-то, да, те попытки достижения каких-то идеалов, образов, каких-то побед в жизни, они все время им показывают, что да, вроде бы это появляется, да, это здорово, но постоянно вот нету счастья, нету какого-то ощущения полноты, какого-то счастья, бытия собой, вот целостности, игривости, отношения к жизни. Все серьезно, понимаете? Все как-то серьезно, все как-то роботично достаточно в жизни. Очень много напряжения, стресса часто, потому что если разбалансирована личность и духовный уровень, постоянно личность давит душу, как бы человек себя, ну, чувствует не очень хорошо, часто даже очень-очень плохо подавлено, вот депрессии с ним могут случаться, периоды какие-то, когда вообще хочется забить, забыть и забить на все, как бы. Вот, и поэтому многие люди, когда они часто, можно сказать, состоялись как личности в этом социуме, они постепенно начинают задумываться о том, вот, а почему мы такие все-таки продолжаем быть несчастные, и как нам нащупать, вот, как нам быть счастливыми, то есть, вот, как нащупать свой уровень какой-то, где я сам с собой не вхожу в конфликт. Вот это нащупывание себя, это и есть то, что называется духовным ростом. Но, обращаю ваше внимание, вы не растете в прямом смысле, вы просто открываете заново сами себя. То есть, вы не становитесь кем-то, вы не достигаете каких-то высоких духовных уровней, вы возвращаетесь к своей основе, к базе. То есть, это уже есть, оно прямо сейчас у каждого есть, просто большинство людей не осознают это и привыкли это игнорировать, привыкли, как бы, не обращать на эти тонкие вещи, на такие вещи, как интуиция, на такие вещи, как какая-то спонтанность, какой-то искренний интерес, какие-то творческие увлечения, да. То есть, многие люди, они просто не привыкли обращать на это внимание, привыкли, что это не важно, важнее цели, важнее достижения, важнее какой-то социальный статус. И вот пока человек вот этим вот внешним, личностным аспектам придает большее значение, чем воссоединению с собой, как с душой, и пока он не начнет проживать свою настоящую жизнь, вот как ему естественно, как ему от природы, что является, можно сказать, его предназначением, да, вот как ему предназначено от природы жить, до тех пор, пока он не возвращается в этот уровень, он может личностные свои качества прокачивать до усрачки. То есть, он может быть очень, как бы, технологичный, способный, много знать, много начитанным быть, но быть при этом совершенно несчастным. И очень часто мы с этим и сталкиваемся, что многие люди, они, понимаете, они, как бы, как-то сказать, делают вид, что они счастливые. То есть, они играют в счастье, они демонстрируют счастье, они пытаются показать, что счастье, это обладание каким-то статусом, обладанием какими-то там деньгами, да, там, какими-то вещами вот в жизни. То есть, вот считается, что это счастье. Это важно. То есть, важно, конечно, быть социально реализованным человеком, важно обладать деньгами, да, иметь материальную свободу. Важно иметь отношения, иметь общение, возможно, оказывать влияние на многих людей, но при этом важно оставаться самим собой, быть самим собой и реализовывать свое предназначение. Потому что если вы не являетесь собой, вы все время притворяетесь, и как бы не реализуете свое предназначение, а реализуете некое самоназначение, некое, ну, знаете, какую-то несвойственную вам роль, ложную роль какую-то. Сейчас поговорим по поводу, как получилось найти свое предназначение. То есть, до тех пор, пока человек не нащупал контакт со своим духовным уровнем и не реализует себя в жизни, то есть, просто личностный рост, он ни к чему не приведет. То есть, он приведет к каким-то результатам, но эти результаты, они дадутся через страдания, будет постоянный внутренний конфликт, и эти результаты просто они не будут радовать. Понимаете? То есть, добрый вечер, да, добрый вечер. Это не будет радовать, это не будет приносить полного, какого-то вот такого полноты жизни, радости, счастья и наслаждения от того, чем вы занимаетесь. Поэтому рано или поздно, любой человек, который личностно развивается, он, но не развивается духовно, он терпит поражение, то есть, он терпит крах, и в этот момент он может перейти из так называемой эгофазы в трансэгофазу. То есть, может перейти в уровень духовного развития. Очень здорово, если у вас все-таки получается эти уровни одновременно развивать, и я считаю, что только так можно правильно двигаться. Сначала нужно укореняться в духовном уровне, и когда вы более-менее разобрались в этом уровне, более-менее у вас появился контакт со своей интуицией, со своими чувствами, вы как-то более осознанно стали к тому, что вам реально интересно, что неинтересно, где вы терпите, а где идет реально интересный творческий процесс. То есть, до тех пор, пока вы не нащупали вот эти тонкие моменты, будете пробовать много разных вещей, и везде в конечном итоге приходить к разочарованию. Все вас будет приводить именно к духовному уровню. То есть, все дороги, они на самом деле ведут в одно место. И по большому счету, за всеми вашими желаниями, за всеми вашими желаниями есть только одно желание. Это желание счастья и радости. Но это желание, оно реализуется только, когда вы начинаете жить из духовного уровня. То есть, когда вы начинаете быть верны сами себе, своим глубинным чувствам, своему интересу, творческому процессу, и какому-то своему интуитивному ощущению жизни, вот как правильно для вас в моменте. Понимаете, не как правильно вы прочитали где-то, не как правильно, когда вам кто-то что-то сказал. Кстати, ставьте, пожалуйста, сердечки, если вам нравится, если вам откликается этот материал, и плюс давайте мне фидбэк, что меня смотрят люди. Потому что иногда может складываться такое впечатление, что трансляция не идет, то есть, такое бывает в перископе, что если нет обратной связи, сердечек, то такое ощущение, что я сам для себя рассказываю все это. Поэтому касайтесь периодически к экрану, как бы прикасайтесь, и я буду знать, что меня слушают. Спасибо. То есть, можно сказать, что личность, вот у вас есть действительно личностный рост, вот как личность вы растете, потому что там есть процесс приобретения нужных навыков, приобретения каких-то способов взаимодействия с этим миром. Но что касается вашего духовного уровня, там идет обратный процесс. Не то, чтобы вы приобретаете, а вы наоборот освобождаетесь, освобождаетесь, понимаете? То есть, вы не набираете знаний там, духовных там или еще что-то, а здесь как бы идет процесс разгрузки от ложного, да? То есть, то, что называется духовным развитием, это на самом деле процесс очищения, очищения каких-то областей ума. Если прерывается связь, то это, наверное, с вашей стороны, у меня сейчас хороший интернет. То есть, получается, что вот есть какие-то вещи в уме, да, с которыми мы отождествились, вот они нам мешают себя хорошо чувствовать. И когда возникает у нас момент, либо быть верными своим чувствам, либо все-таки сделать, как нам кажется правильно, да, то есть, как мы привыкли, как нам видится в уме это правильно, мы часто выбираем именно ум, да, то есть, по уму действовать, так как мы представляем, как мы видим. Ой, ну не знаю, вот сердечки у меня идут, завис, не знаю, пока вроде трансляция идет. Напишите, если кто-то смотрит еще, как у вас качество связи, потому что вот один человек говорит, что у него подвисает трансляция. Вот норм вроде, да, не висит. А у кого-то еще? Ну да, то есть, вот если я вижу, что у кого-то нормальное качество трансляции, то это точно не с моей стороны. Так что, вот такой вот процесс. Вам очень важно с этим разобраться, что такое личностный рост, что такое духовный, потому что многие люди совмещают эти вещи, то есть, они говорят, что если вы будете личностно развиваться, то это и есть духовный рост. Это не так. Вот поймите основную разницу, что личностный рост, это когда вы читаете книги, когда вы что-то узнаете, вот какие-то знания, которые вы применяете во внешней жизни. То есть, личность, она вам нужна не для себя. Вам для себя личность не нужна. Вам нужна личность для того, чтобы взаимодействовать с этим миром, с другими людьми. То есть, для этого вам нужна личность. Сюда входят навыки какие-то, определенные знания, даже знания языка, это, можно сказать, часть личности. Но душа, то есть, духовный рост, это вам нужно не для других, это вам нужно для самого себя. Понимаете? То есть, это нащупывание самого себя. И здесь вам не то, чтобы нужно много знать, здесь скорее не знание, а больше такое чувствование, осознавание больше. Понимаете? То есть, это не то, чтобы знать, нужны какие-то схемы, как вести себя, а просто нужно научиться чувствовать и освободиться от каких-то привычек, от каких-то сковывающих вещей, которые вам мешают быть собой и жить свою собственную жизнь. Понимаете, да, в чем разница? То есть, личностный рост, это приобретение каких-то навыков, это приобретение каких-то знаний, как мы действуем в жизни, да, приобретение каких-то ролей, естественных для нас, вот игровых, игровых ролей каких-то, да. То есть, как мы играем. А душа, это именно, что нам интересно играть, во что нам интересно играть, какая игра нам в какой период жизни интересна, что нам не интересно, что нам откликается, что нам не откликается. Вот это духовный уровень. И это разные вещи, то есть, они, в принципе, взаимосвязаны, но не являются одним и тем же. Да, социум мешает. Вот смотрите, с социумом какая вещь? Социум хочет, чтобы вы были предсказуемые, правильные, чтобы вы были понятные, чтобы вы всегда соответствовали каким-то представлениям о том, как правильно жить. То есть социум хочет, чтобы вы были удобные, понимаете? Чтобы вы были удобные, чтобы вы были приятные, чтобы вы были вежливые, чтобы вами было можно управлять. Такова задача социума. И это не плохо и не хорошо, просто социум так устроен, чтобы как-то это упорядочить, систематизировать. Вот он делает эту матричность какую-то, да? Но вы поймите, что часто вы не можете быть все время удобным, все время приятным, все время культурным. Это будет подавлять ваш духовный уровень. Потому что очень часто вы будете чувствовать абсолютно иначе. То есть если какой-то человек вам не нравится, вы будете чувствовать, что вам не нравится с ним общаться. Если вы будете просто придерживаться тому, как вас воспитывали, какой-то культуры общения, вы будете вежливо слушать часто, извиняться все время и так далее. Это будет вас изнутри вызывать страдания. То есть вы будете терпеть, вы будете притворяться, понимаете? И поэтому это будет несчастье. Это приводит к несчастью. То есть вот быть именно таким, как вас хочет социум, это несчастье. То есть это страдание. И поэтому вам в какой-то момент важно будет выбрать. Либо вы хотите быть счастливыми, либо вы хотите быть социально приемлемыми. И это несовместимые вещи. Вот это важно понять, что либо вы хотите быть личностью какой-то, вот как вас вылепили и просто жить в этой шкуре, да? Либо вы хотите проживать свою собственную, счастливую, творческую, спонтанную, непредсказуемую жизнь. А почему бы просто не принять социум таким, какой он есть? Пожалуйста, принимайте. Просто примите его таким, какой он есть, но вы не обязаны играть по этим правилам. Понимаете? То есть не надо его действительно отвергать. Просто и следовать всему, что вам вложили с детства, не надо. Понимаете? То есть вам вложили, что вот, например, не знаю, там, вечером не ходи по темным улицам, да? Вот вам мама с детства говорила, там, не ходи, сынок, вечером по темным улицам. И, не знаю, там, может вас там как-то там пугали на эту тему, может что-то произошло, и вы теперь боитесь ходить вечером, да? Но на самом деле вовсе не обязательно, что это связано с опасностью. Очень часто можно замечательно гулять вечером, и никакой проблемы в этом нету, понимаете? То есть это не... Если что-то в социуме сложилось, как нечто нормальное, да? То есть... Ну, да, то есть я привожу такой грубый пример, да, грубый пример. Но в любом случае поймите, что социум, в социуме есть нормальные вещи для социума. И когда человек начинает освобождаться, когда он хочет жить свободную, счастливую жизнь, он будет ненормальный с точки зрения социума часто. Понимаете? Это будет выходить за пределы нормы, за пределы обычности. То есть если вы хотите быть счастливым человеком, вам придется стать необычным человеком. Обычные люди, они, во-первых, ничего не создают такого действительно классного. То есть для того, чтобы что-то классное создать, для того, чтобы быть творцом, для того, чтобы приносить ценность. Все это делают необычные люди. Ненормальные, можно сказать, да? То есть они с какой-то точки зрения ненормальные. Да, дело не в персинге, не в тату, это вообще к теме не относится. Вот. Дело в том, что жить как чувствуешь, это единственный способ быть счастливым. Понимаете? Другого способа нету. То есть никакого другого способа нету. Как только вы начинаете подавлять свои чувства, как только вы не следуете за своим искренним интересом, где-то в какие-то моменты, у вас возникают конфликты с собой. То есть вы сами с собой плохо себя чувствуете. Все время сами себя дурите, обманываете, понимаете? И вот это вызывает как бы несчастье, напряженную жизнь, постоянный внутренний диалог с самим собой. То есть вместо того, чтобы делать так, как вам искренне хотелось бы, вы думаете только о том, как вы будете это делать потом. И многие люди в этом проживают всю жизнь. Они все время готовятся жить так, как им искренне хотелось бы потом, когда-то потом. Вся жизнь проходит, и они потом понимают, что так им не удалось пожить вот так, как они искренне чувствовали, искренне хотели, вот как просилось от души, понимаете? Как интуитивно хотелось. То есть это очень многие люди так и не прожили так, понимаете? То есть они прожили как личности, но не прожили как жизнь души, они не прожили. Но в социуме не всегда можно всем жить. Почему? В социуме мы все и живем. Просто в социуме вы не обязаны все время говорить «да» или все время говорить «нет» в каких-то ситуациях. У вас есть право выбора в каких-то ситуациях сказать «это мне не подходит». Может быть это нормально для кого-то. Окей, я не против, ребята, живите вот как вы считаете нормальным. Но сейчас я чувствую, что мне это не подходит, мне это не откликается. Поэтому извините, я это не поддерживаю, я в это не лезу и играть не буду. Нет, это не путь отшельника. Вы живете в социуме, но вы не попадаете в социальные ловушки, понимаете? То есть вы не попадаете в культурные, как бы в этические ловушки. Социум часто хочет вас использовать. То есть социум хочет как-то сделать из вас кирпич, чтобы вы были такие квадратненькие, имели понятную форму. И когда вы такой человек, да, как кирпич в стене, вами легко управлять. То есть когда у вас есть определенные программы, определенное культурное обуславливание, вы знаете и верите в какие-то идеи, что вот так хорошо, а так плохо, и вы оторваны от уровня чувств и от глубинных своих каких-то переживаний, вы оторваны. И больше соединены именно с воспитанием, с культурным обуславливанием. Тогда вас через эти вот вещи очень легко использовать. То есть вы, может, где-то чувствуете внутри, что вам бы это не хотелось сделать, но вы понимаете, что вас мама воспитала, что нельзя отказать сейчас, что нельзя человеку что-то сказать прямо, да, вот это будет, ну, как бы не культурно, вот там и так далее, понимаете? И поэтому очень многие люди выбирают быть правильным, быть воспитанным, быть культурным. И таким образом они становятся жертвами. А ими начинают управлять как раз те, которые не являются заложниками вот этого всего. Понимаете? Поэтому, когда вы начинаете освобождаться от этих убеждений, от этих верований, от этих суеверий, можно сказать, что обязательно нужно себя только так вести, и нельзя себя вести каким-то другим, да. Как быть? Я же говорю, жить как чувствуешь. Учиться жить честно, этично в отношении самого себя. То есть, если какой-то человек пытается вас использовать, нам нужно учиться осознавать, нужно обучаться этому, осознавать, что начинают давить на какие-то кнопки, да, например, на жалость начинают давить, или на какие-то социальные нормы, да, там или еще что-то, и пытаются вас использовать в своих целях. То есть, что-то от вас получить каким-то образом. Совершенно верно. То есть, эти правила, они есть в социуме, да, то есть, они существуют, вы их должны знать. Но вы имеете свободу выбора следовать или не следовать чему-то в жизни. То есть, если вам искренне что-то не по душе, можно сказать, ну вот, вы, может, даже и пробовали несколько раз что-то там делать, ну вот, не идет вам, вы имеете право не заниматься этим, понимаете? То есть, вы, например, имеете право выбрать такую работу себе, которая вам нравится, которую вы любите. Это ваше право. И это не противоречит с какими-то правилами социума. Просто, вы поймите, что эти правила настолько глубоко прошиты внутри, они часто не осознаются. И поэтому вы просто следуете каким-то правилам. И эти правила не то, что вам кто-то говорит, они внутри вас прошиты. И как какие-то суждения, убеждения, да, что вот как-то вы должны действовать вот только так и не можете иначе. Понимаете? И поэтому создается ощущение, что у вас нет выбора. Но на самом деле у вас этот выбор есть. Вы имеете право дышать полной грудью, да, вы имеете право общаться с теми людьми, с которыми вам интересно общаться, и не общаться с теми людьми, с которыми вам неинтересно. Либо вступать с неинтересными людьми кратковременно в общение, понимать, что это неинтересно, и уходить от этого. Это все ваши базовые права, понимаете? Вы имеете право выбирать в своей жизни то, что вам радостно, то, что делает вас счастливыми. Это ваше базовое право. Но если вы опираетесь не на свои базовые права, не на свое чувство волку, не на себя как на душу, да, и на свои свободы, на свои духовные ценности, а начинаете опираться на какие-то социальные ценности, на то, что вам внушено, можно сказать, чем вы загипнотизированы с детства, вот какими-то суждениями, вы их просто наполнили значимостью, поверили в это все, ну, папа с мамой говорили, это же самые важные люди, понимаете. И вот пока вы не осознаете эти вещи, они вами управляют, а вы даже не осознаете этого, вот, и вот в этом и заключается, кстати говоря, духовный рост, да, то есть вы все глубже и глубже начинаете осознавать, что является вашим, а что является ложным, то есть что ваше на самом деле, что ваше естественное, а что ложное приобретенное. И вот это, можно сказать, духовный рост, то есть пробуждение в такую внимательность, бдительность, осознанность к тому, что происходит со мной, вот, а почему сейчас вот вроде бы я как бы правильно поступаю, но какое-то чувство такое, что неправильно. Вот начинаете все сильнее приобретать такую способность рассматривать эту ситуацию с разных сторон и понимать, что если вы чувствуете, что что-то как бы на душу не ложится, то здесь какая-то ложь есть, понимаете. То есть здесь вот нужно определять, научиться определять, что является ложным, что является истинным, а что является ложным. Вот это и, по сути, есть духовный рост. А личностный рост, это смотрите, когда вы уже хорошо начали понимать, что является истинным для вас, для вас, понимаете, не для кого-то, а именно для вас в моменте, как вы чувствуете это для себя истинным. Вот когда вы это чувствуете, например, вы любите какую-то деятельность и вам интересно, если вы чувствуете, что это действительно то, что вам интересно, это то, что является вашим, самоделишным вашим, и этот интерес стабильный, тогда кто бы вам что ни говорил, что да это фигня, Макс, не занимайся этим, у тебя ничего не получится и так далее, да. Вы-то знаете, что вам-то интересно, а вы себя начинаете слушать, а не этих людей, и не важно, кто эти люди, там самые близкие люди, друзья и так далее, вы приобретаете способность, силу души, скажем так, да, то есть у вас есть духовная сила слушать себя, не слушать кого-то, а слушать в первую очередь себя, как вам, как вам в первую очередь. Если вы будете слушать себя, а не каких-то умных тетей и дядей, или там, не знаю, кого-то, кто вам постоянно дает какие-то бесплатные советы, вот эта вот центрированность в себе, в своих чувствах, в своем сердце, то, что называется, да, в душе, как бы, она позволяет вам просто отсекать ложные вещи и следовать честно своему предназначению, своему пути. И вот когда вы так действуете, да, как бы, конечно, у вас по-другому жизнь будет складываться, то есть вы уходите часто из-под манипуляции, то есть вы не боретесь с манипуляторами, вы сразу видите, а, это манипуляция, то есть он начал мной пытаться манипулировать, вот он пытается давить на жалость, там, или на сочувствие, или еще на что-то, все, я это вижу, и это видение, что происходит, оно меня освобождает. Как же определить это чувство и от эго, и упрямство, ложь или истина, как различить? Ну вот, это и есть духовный рост, понимаете, то, что называется, это постепенный процесс, где вы учитесь это делать. Как различить? Вот смотрите, можно опираться на чувство радости и естественности того, чем вы занимаетесь. Вот я недавно отвечал, кстати, на этот вопрос, где-то, я уже не помню, в социальных сетях кому-то. Смотрите, если вы чем-то занимаетесь, и вы делаете это ради какой-то цели, но в процессе вы все время несчастны. Это означает, то есть если вы несчастны, если вы все время страдаете в процессе, то, скорее всего, здесь есть ложь. Это ложь, это либо ложная цель, скорее всего, это ложная цель, либо неправильно выбранная деятельность, понимаете, то есть либо процесс ложный, либо ложная цель. Очень часто бывает и то, и другое одновременно, понимаете, то есть это ложь. Часто ложь это некая картинка, некий образ, некое представление, ради которого вы соблазняетесь, скажем так, соблазняетесь и терпите что-то в настоящем. То есть долго, упорно терпите то, что вас делает несчастными и объясняете себе чем-то потом. Вот это чем-то потом часто является ложью, понимаете? И вот получается у многих, я как-то в одной трансляции уже объяснял, что у многих людей, вот они очень долго терпят. А чем более духовно развивается человек, тем меньше у него этот процесс застревания в терпении и в самодурстве, да, в каком-то вот уговаривании себя. А почему мне надо заниматься тем, что меня не делает счастливым, понимаете? Вот примерно таким образом это происходит. Ну конечно, этому помогают разные практики, там в том числе, ну существует много духовных практик. То есть духовные практики, они в принципе этим и занимаются. Они помогают вам очиститься от этих отождествений с какими-то привычными суждениями, идеями, представлениями. Освободить внутреннее пространство каких-то нагромождений ментальных, да, схем правильной жизни, как все должно быть, каких-то ложных целей, ложных идеалов. И все глубже чувствовать. То есть чем меньше всего этого хлама, тем глубже у вас и лучше ощущение самого себя, понимаете? То есть в принципе этим и занимаются все духовные терапии, там процессинг, какие-то практики, медитация. Вы учитесь отсоединяться от мыслей, можно сказать, да, видеть мысли как некие объекты и чувствовать себя лучше. Все лучше чувствовать себя и видеть, ага, вот это мысли, а вот это чувства, понимаете? То есть вот это такой процесс. То есть многие люди, они все время думают, 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 решают, решают какие-то задачи. И часто решая одну проблему ментально, они создают еще себе три проблемы потом, потом из этих три проблем еще десять. Потом они просто подавлены всеми этими проблемами. И они все время обдумывают, как выйти из этого нагромождения проблем. Вот обдумывать здесь не особо есть что, понимаете? Здесь надо не думать и искать какую-то схему выхода, а чувствовать. Здесь скорее надо чувствовалку в себе развивать, понимаете? Искренне признаваться себе, а хочу ли я, вот у меня есть куча проблем там, ну, то есть хочу ли я вот дальше в это все играть, хочу ли я это все поддерживать. Или мне это надоело уже, и я хочу просто это отпустить, понимаете? Если вы уже честно признаетесь себе на уровне чувств, что все это надоело, вы просто начинаете отпускать. Уже не важно, какие там цели, не важно, что там. Вы просто, понимаете, не то чтобы там много проблем, и они вас держат, вы за них держитесь. Вот это важный момент, вы держитесь за эти проблемы. То есть не они вас держат, а часто вы сами держитесь за эти проблемы. Вот важно начать отпускать ложное, но для того, чтобы его отпустить, надо понять, что оно ложное. А многие люди, они так упорно верят, вот какие-то ложные идеи, представления, схемы правильной жизни, что поэтому они не отпускают. Они верят искренне, что это правильно. Как бесконфликтно можно остановить человека, пытающегося эмоционально давить? Можно сначала вежливо объяснить. Если не доходит, то можно переходить на более ясные формы выражения своих чувств. Понимаете, то есть сначала вы говорите вежливо, слушай, я понимаю, как бы, ну, извини, вот неинтересно, там, или сейчас нет времени на это. Если человек продолжает, как бы, то вы имеете право защищаться. У вас есть право выбора, и вы имеете право защищать свое право выбора и свободу, быть в том, что вам интересно. Если другой не понимает, вы можете ему дать отпор. Это тоже ваше право. То есть не надо ни на кого нападать, но защищаться вы имеете право. То есть если кто-то пытается на вас напасть, если кто-то вас не чувствует и не понимает, что вам плохо от этого общения, то вы можете его поставить на место. Этому тоже придется учиться. Свободные люди это очень хорошо умеют делать. Понимаете? Вот особенно там люди, которые умеют добиваться своего в жизни и умеют именно, ну, следовать целостно себе и своим каким-то глубинным ощущениям правильности. Но это не значит, что вы нападаете на кого-то, вы не даете кому-то жить наоборот. То есть если на вас кто-то нападает, кто-то вас хочет использовать, вы это останавливаете. Но так вы, понимаете, вы радостный, вы счастливый человек, который живет интересной жизнью. И если вы так живете, вам нет никакого смысла кого-то доставать, на кого-то нападать и что-то кому-то доказывать. Смысла нет. Вы все время уважаете тоже свободу выбора, право жить интересно другого человека. Это все работает как зеркально. Зеркально, знаете, то есть когда вы это в себе развиваете, открываете, как бы, да, расчищаете, то как только вы начинаете уважать свой уровень духовный, вы автоматически, автоматически начинаете уважать духовный уровень других людей. И начинаете предоставлять другим людям быть такие, какие они есть. То есть вы не лечите никого, не даете какие-то советы, если их не просят. Вы начинаете взаимодействовать с каким-то человеком, если с ним идет, естественно, процесс, у вас классное общение, вам радостно общаться, общайтесь. Если процесс не идет, ну, можете попробовать как-то поговорить с ним один раз, если видите, может даже несколько раз поговорить. Если видите, что процесс не идет, просто перестаете общаться. Других людей менять смысла нет. Нет, если они сами не пришли к вами и не сказали, слушай, я чувствую, что какая-то проблема, хочу, чтобы ты мне помог. То есть если они сами не пришли за тем, чтобы, ну, вы им помогли измениться, то они не будут меняться. Менять других людей, помимо их воли, это то же самое, как головой об стену биться. То есть это абсолютно бессмысленный процесс. Бессмысленный. Поэтому перевоспитывать, менять кого-то смысла никакого нету, даже этим заниматься смысла нет. Поэтому, ну, давайте как бы уже будем заканчивать нашу трансляцию. Сейчас я хочу подытожить. Вот смотрите, личностный рост, я еще раз напоминаю, это вы развиваете свои способности, как играть, как взаимодействовать с другими людьми, как продолжать свой духовный уровень. То есть какие навыки вам нужно нарабатывать в сфере вашего искреннего интереса и творческого какого-то потока. Что вам интересно делать для мира, создавать вот этот вот личностный рост? Как налаживать там какие-то системы бизнеса, как лучше общаться с другими людьми? Но все это должно опираться на ваш духовный уровень. И поэтому здесь нужен духовный рост. И духовный рост это не приобретение просто знаний каких-то. Это вот когда вы просто приобретаете какие-то знания, это все личностный рост. Это, можно сказать, вы развиваете ум свой, да. А вам очень важно развивать свою чувствительность, свой канал контакта со своим высшим я, можно сказать, да. Но на самом деле с самим собой истинным, с душой. И вот это развивается не путем чтения книг, не путем просто некоего интеллектуального понимания, а именно путем чувствования, нащупывания заново контакта со своими тонкими ощущениями в моменте, да. Здесь вам, конечно, могут помочь какие-то принципы, да. Изучение каких-то принципов и понимания, вот например, что такое этика. Вообще вот этику очень важно изучать. Этика это наука о законах этой игры, да, как бы. То есть как эта игра устроена там, что такое целостные действия, что такое нецелостные действия, что такое проступки, да, что такое утаивание проступков, да. Когда вы что-то натворили и потом еще прячете это от других, да, как бы. То есть вот с этим тоже желательно разобраться. Можем отдельно сделать каст на тему этики. О, кстати, родилась спонтанно, да. Хорошая идея следующей трансляции, что можно обсудить вот эту тему, тему этики, да. То есть это все важно изучать. Но в конечном итоге этика и знания об этих вещах, они вам нужны как костыли. То есть это временное знание. Но когда вы начинаете сами себя уже хорошо чувствовать, то вам в какой-то момент этика не нужна. Потому что вы этичны от природы. То есть душа, она целостна, этична, очень праведна, можно сказать, да. То есть праведность – это природа души. А неправедность – это как раз заблуждение в уме. Какие-то неправильные идеи, неправильные убеждения в уме, которые порождают неправедные поступки. То есть это некая, можно сказать, некий отход от души, да. То есть жизнь по душе, она очень праведная, целостная, естественная. Вы все время делаете какие-то благостные вещи, да. Вот благостные вещи от души исходят. А вот все заблуждения какие-то – это вне этика. И это связано именно с состоянием ума и, возможно, частично с состоянием тела, да. То есть вот в ведах так называемые есть три состояния – это как бы тамас, раджас и саттва, да. Вот саттва – это этичное состояние, благостное. Раджас – это состояние заблуждения, страсти. То есть человеком движут эмоции, страсти, он как бы такой страстный. А тамас – это вообще невежество, такое глубокое невежество. И вот получается с этикой, да, можем поразбираться в следующих трансляциях. Тоже классная тема. Ну что, на этом будем заканчивать. Спасибо все, кто пришел. Кто не пришел, посмотрит в записи. На этом все. Давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok